В данном уроке давайте мы с вами разберем, как мы можем просто взаимодействовать с различными элементами импута, используя Vue.js Сейчас я создал простое приложение, где у нас есть обычный импут и больше ничего нет, кроме инициализации непосредственно самого Vue приложения И выглядит это соответствующим образом, то есть пока ничего нет Теперь давайте реализуем следующую задачу Допустим, мы хотим изменять что-то в импуте, то есть вписывать какой-то текст, например, HelloVue И сразу же его отображать уже в шаблоне, то есть при каждом нажатии на клавишу, находясь в импуте Для этого что мы будем делать? Изначально давайте мы заведем, например, заголовок H2 И здесь мы будем выводить некоторые значения, например, InputValue Теперь нам необходимо его создать в поле Data И это будет по умолчанию у нас пустая строка И теперь нам нужно как-то обновлять данное значение, когда мы будем изменять Input Как мы это можем делать в стандартной модели? Мы заведем событие Input Напоминаю, что такой ярлык, он обозначает, что мы пишем директиву VON То есть я уже дальше буду пользоваться короткими записями И здесь, допустим, что мы хотим делать? Мы хотим изменять значение InputValue Для этого мы можем не создавать специального метода, а писать его здесь Например, писать InputValue Равно Дальше $Event, потому что это специальное имя для стандартного ивента в JavaScript Далее мы обращаемся к полю Target И к его полю Value Где хранится текущее значение данного Input Теперь, если мы обновим страницу И попробуем написать что-нибудь, например, HelloView То, как вы видите, у нас сработало двустороннее связывание Или, как по-английски, Two-Way Binding Все, в принципе, работает корректно То есть при любом нажатии, при любом изменении у нас изменяется и шаблон Задача решена Но у данного подхода есть одна маленькая проблема Допустим, если мы хотим изначальное значение InputValue дать не пустую строку А, например, какую-то строку Например, initial value Как это бывает То есть, например, если вы заходите на какой-то сайт И там что-то нужно ставить уже в готовый элемент формы То, что пришло с сервера То есть, разбираем такую ситуацию Если мы обновим теперь страницу То в шаблоне мы получаем initial value То есть все как надо Но в самом Input у нас ничего нет Хотя в действительности это связанные вещи Если мы изменяем, то перетирается значение Так вот, мы, конечно же, можем сделать что-то подобное Написать, например, здесь двоеточие value И здесь написать input value Теперь, если мы обновим страницу То, как вы видите, мы решили задачу to-way binding И теперь у нас все работает корректно То есть у нас и input, и шаблон они связаны Но view предоставляет нам специальный инструмент Который нам упростит очень сильно данную задачу И называется он viewModel Теперь, если мы удалим все вот эти вот байдинги На value и на input Мы можем просто воспользоваться директивой viewModel Пишется она как viewDeficeModel И далее, как значение, мы должны сюда вставить Непосредственно тот control, который нам нужно забандить Например, это у нас input value И все Данная директива, она делает то же самое, что и мы делали до этого И теперь, если мы обновим страницу То, как видите, мы получили тот же самый результат При этом, если мы что-то меняем То, соответственно, меняется оно и в шаблоне Данный элемент называется two-way binding То есть он связывает одновременно и модель, которая находится в коде И, соответственно, модель, которая находится в отображении И они связываются именно через данную модель Теперь я хотел показать еще одну вещь Значит, если мы посмотрим на приложение сейчас То мы видим, что при любом изменении, соответственно, input Меняется и шаблон То есть все происходит моментально Мы можем немного оптимизировать наше приложение Используя модификаторы событий Например, если мы хотим изменять нашу модель Только тогда, когда у нас уйдет фокус с input То мы можем воспользоваться специальным модификатором У view mode, который называется lazy Теперь давайте посмотрим, как это работает Теперь, если мы будем что-то изменять в input То, как вы видите, ничего не меняется, соответственно, в шаблоне Но как только я уберу фокус с input Модель сразу же изменяется Это делается для того, что если у вас есть какие-то сложные input То вы можете как-то их оптимизировать Чтобы они не обновлялись каждый раз Чуть более подробно про различные модификаторы И про view mode мы еще поговорим в отдельном блоке про формы Но пока основа вот такая работа с данными директивами Субтитры создавал DimaTorzok